В ноябре 1941 года, когда судьба советской столицы висела на волоске, всего через 11 дней после знаменитого парада на Красной площади, советским правительствам было принято решение о строительстве в Рубцовске тракторного завода. Уже в декабре в чистом поле началось строительство цехов нового завода, а в город пошли эшелоны с оборудованием эвакуированного Харьковского тракторного завода. В августе 1942 года первый алтайский трактор сошел с конвейера. Это был китонический труд, достойный преклонения. Так началась славная история алтайского тракторного завода. Первоначально в Рубцовске выпускались тракторы АСХТЗ НАТИ, которые в годы войны использовались как артиллерийские тягачи. Мощности завода позволяли выпускать 2-3 трактора в сутки, что в тех условиях, безусловно, являлось подвигом. А еще на заводе уже задумывались о мирной жизни, и в декабре 1944 года на заводе был изготовлен первый опытный образец легендарного трактора ДТ-54. Послевоенные годы были яркими и насыщенными. Вместо НАТИКов с конвейера стали сходить ДТ-54, которые механизаторы называли просто ДТшками. Впоследствии завод освоил производство триллевочных тракторов, а с 1964 года начался выпуск трактора собственной разработки Т-4. В 1970 году был налажен выпуск Т-4А, который выпускали до 1998 года. Т-4А являлся самым известным и самым массовым трактором Рубцовского завода. В 1986 году был изготовлен миллионный трактор. В середине 80-х стало известно, что Рубцовский завод планирует начать выпуск более мощного гусеничного трактора по тяговому классу, сравнимого с трактором К-700. Этот трактор должен был именоваться Т-250. Но уже началась перестройка, вставшая для АТЗ приговором. Начало, положенное в 1985 году, привело к тому, что в 2011-2013 году завод прекратил свое существование. А недавно мне на глаза попалась публикация о тракторе «Алтай-130». Публикация была от 2018 года, и в ней рассказывалось о тракторе «А-130», который должен стать достойной заменой легендарного Т-4А. Вот что говорилось в статье. «Алтай-130» пришел на смену одному из самых массовых и популярных тракторов советской эпохи Т-4. Новая машина, так же, как и ее легендарный предшественник, является сельскохозяйственным трактором общего назначения 4-го тягового класса. По словам разработчиков, в ходе создания «Алтай-130» учитывался опыт эксплуатации Т-4, а также современные требования к технике подобного класса. Таким образом, российским инженерам удалось совместить опыт советского тракторостроения с современными техническими решениями. Первой мыслью было, неужели тракторный завод еще жив, и начались поиски. Разочарование было жестоким, когда я совершенно случайно наткнулся на новостной выпуск телеканала «Россия-1», «Вести Алтай». Комментарии к видео были очень оптимистичными. Послушайте его. Тракторный завод в Рубцовске, конечно, погиб, но сам алтайский трактор жив. На этих кадрах «Алтай-130», преемник легендарных рубцовских ДТ-54 и Т-4. Но с другим двигателем, мягкой подвеской и комфортной кабиной. Это совсем не чудо. В СССР выпуск сельхозмашин по лицензии был налажен в Китае. Из Поднебесной в Рубцовск вернулся продукт глубокой модернизации советской тракторной классики. Завод «Алтай-Трактор» выкупил площадку опытного производства алтайского тракторного завода и заявляет, что готов на ней выпускать до полутысячи тракторов в год, если крестьяне остановят свой выбор на хорошо знакомых гусеничных машинах из Рубцовска. И стало горько и обидно. Вот китайцы-то смеются над нами. Когда-то советские специалисты обучали китайцев, помогали им создавать собственную промышленность и строить предприятия, в том числе тракторные заводы. За прошедшие годы китайцы, учтя свои прошлые ошибки, различных культурных революций, сделали громадный рывок в экономике. А мы, рванув вперед, сделали громадный прыжок назад. И теперь в Рубцовске пытаются наладить отверточное производство китайских тракторов, в облике которых угадывается, по крайней мере, в ходовой советский трактор ДТ-54. Это ли не позор? Посмотрите на этот трактор. В общем-то, ничего необычное для нашего времени. Ходовка, как у тракторов семейства ДТ, рулевое управление вместо рычагов, это, конечно, интересно, но это не наш трактор, это китайский. Я, конечно, допускаю, что там были какие-то изменения под российские реалии российскими инженерами, и все равно это китайский трактор с немецко-китайским двигателем. Не позорно ли, собирая китайский трактор, говорить, что это преемник рубцовских тракторов? Не позорно ли это для российского тракторостроения, заложившего основы китайск, а теперь занимающегося отверточной сборкой комплектующих поступивших из Китая? Конечно, завод Алтай Трактор здесь совершенно ни при чем. Просто вспоминаются слова легендарного Берещагина. Меня за державу обидно. Я зашел на официальный сайт Алтай Трактора. Линейку тракторов они предлагают обширную, посмотрите на нее. Богатый ассортимент на любой вкус, и это еще не все. Видел на одном из ресурсов цену на трактор А-130. Она составляет 3,5 миллионов рублей. Меня гложет глубокие сомнения, что даже если завод и выпускает эти тракторы, то вряд ли они пользуются большим спросом. А потом у меня возникло желание посмотреть на бывший АТЗ из космоса. Конечно же, вы поняли, что это был Google Maps. Я никогда не был в Рубцовске, и даже не представлял, где находится тракторный завод. И поверьте, на спутниковом снимке я нашел его без труда. Сверху казалось, что на завод упала атомная бомба, или он подвергался ковровой бомбардировке. А еще эти кадры разрушенного завода напомнили мне Сталинград 1943 года, и вряд ли они кого-то могут оставить равнодушными. Мне неизвестно, выпускает сейчас в Рубцовске тракторы или нет. А если выпускает, то какое количество в год? Да, в интернете имеется реклама алтайских тракторов, но если они и собираются, то наверняка штучно. В 1986 году для выполнения государственного заказа с конвейера алтайского тракторного завода ежесуточно должны были сходить 120 тракторов Т-4А и 90 трилевочных ТТ-4. Интересно, а сейчас в Рубцовске за год собирают суточную норму АТЗ? Это, конечно, вопрос. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Оцените его лайком или дизлайком, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал.